Сегодня Александра Петровна по-асаблевому пригожая. Ветливая женщина сутракая каждого гостя в выдатном настроении. Усё по-домашнему. Тёплые слова веншаванья и пожадания у мостага здоровья. А до сего коллектива телерадиокомпании Гомель, а у отказ ширые слова подяки, что наведали. Дорога то, что Александра Петровна долгое время работала на телебачене, зрозумела сразу. Женщину ни кропли ни бянтежать, ни працующие видеокамеры, ни включенные микрофоны. С великой любовью вспоминает она о працовных буднях на телебачене и творчем коллективе. Коллектив у нас очень был, очень дружный был. Приятный такой, знаете. Как-то отзывались друг другу, помогали друг другу, старались, знаете, чтобы не тяжело было. Александру Ямпольской было 26, коли почалась Великая Айчинная, с устрелой на войну у Харкове. Працовала на промысловом заводе по выпуску оборончай спецпродукции, капала окопы. У достойной узнагороды за доблесную працу у тылья подчас Великой Айчинной войны. У Гомельский тылья радиокомитет Александра Петровна пришла у 1961-м. Одразу трымала место помощника режиссера детячей редакции. Працовала над проектами не только для детей и подлетков Гомельского района, а лею сяго СССР. С этой посады вышла на пенсию в конце 80-х. Як признается дачка Александра Петровна Яугения, мать уже, будучи на пенсии, зауседы сачила за профессийным развитем компании новыми телепраектами. На проконце сустречы юбилеар еще долго развитывалась с коллегами. А калі доведалася, что выйдя репортаж з яе уделом, попросила передать усім ад яе имя, каб берагли и поддерживали сучасную молодць. Поминавито ад їх залежить будучиня країна, якою яна обороняла и якою просвятила свое життё. В юбилейный 70-й год Великой Победы телерадиокомпания «Гомель», конечно же, не забывает и о своих ветеранах. И у нас прекрасный повод – это сто лет бывшей сотруднице телерадиообъединения, а ныне телерадиокомпания «Гомель» Александре Петровне Ямпольской. Побывав у этого человека, мы получили заряд энергии, бодрости, потому что такие ясные мысли, такие интересные идеи высказывает человек в сто лет. И хочется, чтобы это мы могли донести и до следующих поколений, которые смотрят и слушают эфиры нашей телерадиокомпании.